Вы можете читать какую-то хорошую книгу, структуры данных вроде деревьев или даже графов можно обходить в ширину и в глубину. Что значит в ширину? В ширину это когда мы идем сверху. Мы зашли, потом брали 3 и 4, напечатали. Потом глубже, 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 глубже. Мы же шли в глубину. Мы взяли самую правую ветку и опустились в самый низ, пока не окончилось. Потом мы вернулись, то есть начали перерывать отсюда. Но мы каждый раз наряли до самой глубины. А теперь этот пример я выразил графически. То есть вот это не очень красивое двухмерное дерево такое. И в общем-то непонятная строчка чисел, которая с трудом это объясняет. Поэтому я немножечко... Что происходит? Чуть-чуть поместилось. Поместилось. Что я сделал? Ну, я взял компактную форму, просто для того, чтобы меньше было кода. То есть моя идея, что по большому счету все обучающие примеры на уровне Java Core должны вмещаться на одну страницу. То есть дальше сложнее, у Junior сложнее. Когда используем внешние IP вроде GDBC, сервлета, JUnit, там сложнее. То есть сами библиотеки чужие нас начинают мучить и требуют вызвать метод init, потом метод close, потом то, сё, много классов. До того, пока мы работаем на уровне Java Core, нам вполне хватает одного экрана. Естественно, из-за этого приходится долго думать. Передумая примеры. Так вот. Функция f. Высчитываю я ее в компактной форме. Ну, то же самое. То есть если x меньше 2, возвращаю x. Иначе возвращаю f от x минус 2 плюс f от x минус 1. Когда я вхожу в Fibonacci, я печатаю in. Когда выхожу, печатаю out. Здесь у меня чека сейчас нет. Я на ошибе. Вывод тоже помещался в экран. То есть я пытаюсь, вот это дерево, когда я входил, то есть вот так я зашел, вышел, зашел. Я пытаюсь его трассировать, только когда я его в println трассировал, получилось просто в последовательность. Я сейчас пытаюсь сделать двухмерную фигуру на этом. Вот моя двухмерная фигура. Да, когда in. Шрифты сильно меняются по ходу. Не датформатировал. Форматировал, форматировал, да не датформатировал. То есть то же самое. Кажеско вызываю метод. Вот я смещаюсь направо. Что получается? То есть мы видим. Чтобы высчитать 5, нужно высчитать 3 и 4. Это F от 5 равно F от 3 плюс F от 4. Но вызов F от 3. Чтобы посчитать F от 3, мы вызываем следующий. F от 1 плюс F от 2. Но F от 2 вызывает еще от 0 от 1. И вернулись. Раз мы сюда. И это уже закончилось. Вернулись. F от 4. Это F от 2 плюс F от 4. F от 2 плюс F от 3. F от 2. Это для трех и для четырех. Картинка должна была получиться, в общем-то, похоже. Конец. Картинка. А вот так рисовать. От 5 это от 3 и от 4. От 3 это от 1 и от 2. Здесь я дерево перерисую вот так. Вот так и будет. А теперь лабораторка. Что я делаю? Тут еще два примера, которые из предыдущего курса я не читал, но решил их убрать, потому что мы там в Дромисе не справляемся. Я сам придумал фермер числа Фибоначчи с вращением. Нигде в интернете этого нет. Я просто сделал следующее. Чтобы немного усложнить жизнь, у меня что получалось? f от 5 это f от 3 и f от 2. f от 2 и f от 3. Я мог вот так сделать. К здесь к минус 2, к минус 1. Мог сделать к, это к минус 1 и к минус 2. С точки зрения математики одно и то, может 3 и 4. f от 5. Да, да. Я могу так написать, могу переставить местами. Поэтому дерево вызова будет отражаться зеркально. Здесь я сделал хитрее. Я решил на каждом четном вызове делать вот так, на каждом нечетном вот так. То есть фактически, если у меня есть дерево, если я поменяю местами, дерево отразится зеркальным. А я решил оставить дерево таким, значит, когда погружаться, на каждом, то есть один раз оставил, второй раз провернул их всех. Оставил, провернул, оставил, провернул, оставил, провернул. При желании поанализируйте. Самое забавное, что современные языки программирования очень выразительные. На самом деле просто это редко используют. Ну, те, кто пишут в системной библиотеке вроде парсинга XML или там работы с данными, работы с видео, с картинками, у них все это хорошо выглядит. То есть у нас простейшая конструкция для их модификации дает очень серьезные системные эффекты. То есть в данном случае я просто проверяю число на четность. То есть если остаток отделения на 2 это 0, я беру как и раньше. x-2, x-1. Иначе, то есть если число четное 0, 2, 4, 6, 8, 10. Для других чисел 1, 3, 5, 7, 9. Я их беру в обратном порядке. При желании можно опровать. Я не пробовал распечатывать. То есть если мы сделаем опять, как здесь explanation in all, то есть можно увидеть, как дерево поменяется. Собственно, пример этот уже становится слишком сложным и поэтому решил его, то есть возможно в следующей версии сайта его не будет. Зато я придумал вам задачку, лабораторку, которая не была у предыдущей. А, и еще я. Хитрее сделал обратные числа Фибоначчи с вращением. Все названия выдуманы. На самом деле вопрос. Вы хорошо поняли прямую рекурсию с ветвелением, если можете сказать, вот сесть и на бумажке написать. Что выйдет этот пример кода? Я беру здесь выдуманное мной сложное вращение. То есть вызов либо такой, либо такой. И при этом я печатаю аргумент только на выходе. То есть а что было? Вот мое дерево. На, там, допустим, вот так. Я, когда заходил, я сразу печатал. То есть я вхожу, печатаю. Вхожу, печатаю. Вхожу, печатаю. То есть я вошел, распечатал. 5, здесь 3 и 4. Печатаю 5, 3, 1. В том выхожу. У меня получилось, что входы у меня красиво выглядят. Ну, я вижу. А выходы вроде как незаметно происходят. А теперь я предлагаю. Я систему от предплата перенес отсюда сюда. И опечатаю на выходе. Я вхожу в метод незаметно, тихо, ничего не печатают. Вызываю другие методы. А когда выхожу, печатаю аргумент. Вот если вы можете взять этот текст функции, бумагу, авторучку и, там, сказать, за 3 минуты вывести, что она напечатает. То есть я вхожу тихо, а печатаю, когда поднимаю сверху. Не когда опускаюсь вниз, а когда поднимаю сверху. Не знаю понять, как я прохожу, ну, как прохожу. А рисовать такое можно? Ну, да, пожелаю. То есть вот так. У меня вот замкнутый путь. Я могу печатать. То есть я сквозь этот метод прохожу два раза. На входе и когда на выходе. Я, соответственно, печатаю, либо когда так прохожу, либо когда назад прохожу. Это не лабораторка. Просто если вы это можете сделать, то есть вы от руки пишите 15 чисел, вы их не запомните. Написали. Запустили, да, эти числа. Значит, классно, поняли. Да, ну, все равно, это несколько минут надо. То есть, если кто-то может сделать это за 10 секунд, прям, ты-ты-ты-ты-ты. А теперь пошел в бородок. Ну, в американских фильмах про гениев там это главное, что они устным счетом быстро занимаются. Там все гении прям берут и от руки пишут какие-то столбцы чисел. Я сталкивался с очень одаренными математическими ребятами. Нет, они этим не занимаются. То есть, они выигрывают на олимпиадах, на олимпиадах дается 5 часов. То есть, в шахматах есть, конечно, нормальный шахмат, да есть быстрая шахматы. В математике я не слышал, что было быстро, математик. Он, что был, сражался по 30 секунд. Так вот, смотрите, что я делаю. Это пошло задание первой лабораторки по этой лекции. Я пытаюсь как бы инструментировать код функции, вычисляющей числа Фибоначчи. Инструментировать я хочу незаметно было навтыкать в своих вызовов методов. Это в курсе джуниор называется Pattern Interplate Method. Практически он предлагает. То есть, я везде навтыкал свои функции, которые не должны менять логику работы, просто в момент им передается управление. И вы-то можете что-то сделать. И вот, что я делаю. Смотрите. Ф от 5. Окей. Когда я захожу, если Ф меньше 2, я возвращаю... Это не А, Б, С, не абсолютное значение. А, Б, С, потому что А, Б, С. То есть, у меня функции А, Б, С и А, Б, С. Четыре функции. Так вот. Если Х меньше 2, я возвращаю вот это. Условие на эту функцию, что он должен возвращать свой аргумент. Ну, мы помним. Если Х меньше 2, верни Х. Здесь я вызываю функцию, которая обязана вернуть свой аргумент, но при этом может printl, например, сделать. Потом, что я возвращаю? Это без вращения. Все, забыли. Вот моя функция плюс моя функция. Чтобы показать, что я при ветвлении, то есть, без ветвления, я в фрейме метода нахожусь 2 раза, я зашел, вызвал кого-то, вернулся. То есть, я был здесь на входе, был на выходе. Я вам говорю, что с ветвлением, если у меня 2 ветвления, то я 3 раза был. Я зашел, был, вызвал, вернулся, побыл, вызвал, вернулся. Что я делаю? Ну, легко. Забыли сейчас про вот это, не смотрим. Смотрим сюда. Как будет высчитываться эта функция? Легко. Сначала посчитается левый вызов. То есть, f от минус 2 вызовется. f от x минус 2 вызовется. Потом вызовется b от x. Потом вызовется f от x минус 1. Таким образом, я свой метод подсматривающий сунул между двумя вызовами. Единственное условие на этот метод, чтобы он возвращал 0. То есть, он не должен менять математику. Да, посчитается f, посчитается f, посчитается f, посчитается, это обязанно вернуть 0. Посчитается это. Таким образом, я покажу, что я зашел. Что я тут могу сделать? Я принт лэн. Вызвал метод. Вернулся, могу сделать принт лэн. Опять вызвал. И вот здесь, если я сделал не ретерн, а, например, у равно, могу взять принт лэн и ретерн у. То есть, при ветвлении на 2, я бываю 3 раза. Так вот. То есть, главный контракт, который сейчас есть, вот я его реализовал. Это abc должна вернуть x, abc должны вернуть 0. То есть, они не должны портить математику. Я их сгенерировал только для того, чтобы они были вызваны. И я мог в этот момент понаблюдать. Дальше. Я напечатал дальше код не совсем в кодек конвеншене. Следующее. Видите, я напечатал системат принт лэн, точка запятой, ретерн x. Вообще говоря, правильно ретерн x ставить здесь. Ну, то есть. Ну, я просто, мне так показалось красиво. То есть, я показываю, что функция abc должна вернуть x. Но при этом, что я делаю? Смотрите. Я беру и x окружаю буквами a и b. Просто, чтобы показать. Если я делаю индекс, если у меня методы a, b и c, я возвращаю 0. Их там складывают, они не должны менять математику. Но при этом, я могу подловить и распечатать x. Я окружаю вот c и d, e и f, g и h. Бай, вот это, наверное, даже не алфавит. Я не верен, что это десятая буква английского алфавита. Может быть, j там. Так вот. h. Валеку, если j. h, все правильно. Все правильно. Так вот. То есть, я взял, фактически, и дал вам следующий код. Я вам дал функцию Fibonacci, только во все места я вставил наши методы, которые не меняют математику, но вызываются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова